Здравствуйте! В эфире программа Дело Важное. И сегодня у нас в гостях главный редактор интернет-издания Дом Печати Дмитрий Каплиани. Тема нашей дискуссии. Есть ли будущее у региональных интернет-изданий? Дмитрий, здравствуйте! И первый вопрос. Вот год примерно полтора назад один из известных журналистов в Самаре возглавил только что открывшуюся интернет-газету. И в своей авторской колонке он назвал местный медийный рынок болотом. А вот как бы вы его охарактеризовали? Добрый день всем, кто нас смотрит. Если говорить о самарском медийном рынке, то я думаю, что тот самый редактор имел в виду, скорее всего, состояние прессы. Потому что именно наша пресса Лубенская находится в глубоком застое и кризисе. А что касается интернет-изданий, здесь есть своя специфика. С одной стороны, конечно, наши интернет-издания, сайты и порталы в основном сейчас существуют как придатки каким-то уже раскрученным брендам. У той же Волжской коммуны есть Волга-Ньюз, хотя они изо всех сил, по-моему, стараются изображать себя независимым порталом. У Самарской газеты есть достаточно раскрученный сайт, у газеты про город и так далее. С другой стороны, есть уже абсолютно автономные интернет-проекты, которые не просто существуют, которые уже в чем-то задают тренд, которые уже чего-то добились. Хотя в основном у большинства проектов впереди, конечно, еще большой путь. И в лучшем случае можно говорить об оптимистическом старте. Не более того. Пока Самарский рынок интернет-СМИ активно развивается. Ну, как активно. В других регионах он развивается гораздо активнее, но по сравнению с тем, что было лет пять назад, например, картина уже более радужная. Хотя, если сравнивать с такими регионами, как Казань, Екатеринбург, я уж не говорю про Москву с Петербургом, то может показаться, что да, у нас здесь большое тихое болото. Это не так, на самом деле. Ну, хорошо, если рассматривать, допустим, что было пять лет назад, ну, и технические возможности были другие, и интернет был другой. А вот именно с точки зрения зарабатывания денег, как вот можно охарактеризовать интернет-СМИ наши? А можно ли заработать без контрактов с администрациями различными? Чистой теории и конкретно Самарской области. С чистой теорией это можно. И даже в практике у многих получается, я уже назвал эти регионы, это Татарстан, это Екатеринбург, это столичные, естественно, регионы. Там крупные сайты, они имеют аудиторию, сопоставимую со старыми, там, какими-то советскими тиражами газет, там, не знаю, там, миллион заходов в день у них не бывает или нет, но, там, за несколько сот тысяч они уже, как бы, перевалили. То есть, хороший тираж для любого СМИ ежедневных посещений. Поэтому, ну, и внешний вид этих порталов свесит от о том, что материальное благополучие, как бы, их не обошло стороной. То есть, активно, этот бизнес активно развивается. С другой стороны, именно в регионах, а именно в Самарской области, интернет-СМИ – это такой бизнес, который пока держится, по большей части, на энтузиазме и энтузиастах. Как говорит мой хороший знакомый, один из редакторов интернет-изданий, нескольких по очереди, «Если бы я хотел заработать много денег, я бы, наверное, занимался не журналистикой». Это очень специфический бизнес, и у нас в Самаре он еще очень не развит. У нас не то, чтобы даже... У нас все упирается в то, что не хватает, прежде всего, квалифицированных кадров. Я даже не говорю о журналистах, хотя их тоже не хватает. Не хватает везде и всегда. У нас не хватает рекламных агентов, у нас менеджеров не хватает, СМИ. У нас вообще не существует такой профессии в Самарской области, по-моему. Менеджер СМИ. У нас считается, что главный редактор, он должен быть и менеджером, или директор. А на самом деле есть огромная куча специфических вопросов, которые решать должен не редактор, не директор, а именно менеджер. И говорить похожими словами, чтобы нас поняли, например, продюсер. То есть человек, который отвечает за то, чтобы СМИ эффективно развивались как бизнес, чтобы привлекались рекомендатели, чтобы были какие-то средства, которые в свою очередь в любом СМИ, в любом СМИ, которые тем более не связаны с государственным контрактом, частные средства, это тот ресурс, который и позволяет им быть независимыми, иметь собственную точку зрения и избегать вот этих вот печальных наших, развращающих ни одного поколения журналистов, контрактов с официальными структурами. То есть все дело именно в том, умеют ли искать рекламу? Все дело в том, что те немногие люди, которые это умеют, они прекрасно зарабатывают в других отраслях. А профессиональной подготовки нет. У нас и журналистов профессионально, к сожалению, у нас в Сомаре журналистов профессионально не готовят. Я ответственно могу это сказать. Это человек, который сам уже там лет 6 или 7 параллельно преподавал в самых разных вузах именно студентам-журналистам. Я могу ответственно сказать. У нас журналисты, отучившиеся 5-6 лет, приходят в СМИ и постигают профессию заново. То, чему их учили, оно в лучшем случае пригодится там 1, 2, 3 раза. А там учебу бы их надо учить, их, к сожалению, не учат. То есть журналистов у нас грамотно в Сомаре тоже. Они появляются только после нескольких лет усиленной работы. а самоотверженного энтузиазма со своей стороны. А что касается рекламных агентов со спецификой работы в СМИ, менеджеров в СМИ, на это вообще нигде никого не учат. Это люди, которые как в 90-е годы пришли с улицы, и у кого-то что-то получается. Ну, естественно, методом проб и ошибок. Поэтому у нас, к сожалению, очень много быстростреляющих, какого-то живущих проектов. У нас, наверное, в области десяток, но в основном в Самаре интернет-газет. У меня ощущение, что все-таки интерес к ним не очень большой, и отчасти потому, что люди, они как-то считают, что у нас на уровне региона мало что каких-то решений принимаются, которые влияют на жизнь губернии. А в основном все это вот в Москве. И смотрят федеральные каналы, там, ну, читают иногда федеральную прессу, интернет-издания. А вот наши интернет-газеты, их можно как-то распределить? Они когда запускаются, они понимают, на какую аудиторию они рассчитаны. И вот вопрос вот к вам, дом печати, он на кого рассчитан? Как можно разделить вот эти вот аудитории, эти сегменты? Ну, сначала про все наши самарские интернет-издания. К сожалению, очень немногие из них изначально создавались как интернет-издания. Большинство из них, я повторюсь, это выросли из сайтов соответствующих газет. Поэтому, например, очень трудно было ожидать, что журналисты там, условно говоря, правительственные газеты или муниципальные газеты будут в газете писать материалы, которые интересны нескольким чиновникам. А потом на сайте будут отрываться и говорить всю правду. Ну, такого, естественно, не бывает. Это уже чисто патологическое какое-то раздвоение личности. И в большинстве случаев они просто этого не делают сознательно, чтобы не вступать в конфликты с основными собственниками. С другой стороны, а что будет читать в наших самарских интернет-изданиях? Самарский, нас же тут читатель. Какие есть у нас, что есть сопоставимого с контентом, который предлагают, например, там, центральные, московские или петербургские СМИ? В любом сегменте. У нас деловая журналистика, которая профессионально пишет об экономических процессах, сконцентрирована там в полутора газетах в области. Причем эти полторы газеты ведут такую сознательную, долговременную, многогодовую политику закрытости, причем именно в интернете. Ну, все знают прекрасную газету «Самарское обозрение», наш единственный практически, потому что флагман губернский бизнес-журналистики. И все уже, сколько я наблюдаю за этим сайтом, лет 15, а то и больше, все плюются, потому что это не сайт «Солидный деловик газеты». Это какой-то закрытый клуб, куда можно попасть только по подписке. Ну, зачем подписываться на «Самарское обозрение», когда есть коммерсант, есть столичные интернет-новостные агентства, есть ведомости, есть куча специализированных порталов, где никто ничего не просит от тебя, никаких денег. Что такого? Даже если что-то интересное в Самаре происходит, и об этом печатают, и эти статьи попадают на сайт, в лучшем случае можно посмотреть на заголовок. Это довольно неуспешная, по своей точке зрения, политика, и она не способствует формированию интереса именно интернет-аудитории. Другое направление, а культура развлекательная тоже, СМИ, вот именно интернет, он как ориентированный на более молодую аудиторию, гаджеты, это школьники, студенты и люди там до 30-35 лет. Они очень активно сидят в интернете, они следят за всеми самыми новыми штуками, дрюками, прибамбасами. Естественно, у них, так сказать, вечный актуальный поиск развлечений, каких-то интересностей, каких-то там, где провести время, где достать новую модную штуку, где там посмотреть то, о чем все говорят и так далее. У них есть этот интерес, и опять же, кто предлагает у нас здесь, в Самаре, им хороший контент. Раньше был другой город-сайт, в последнее время он подсдулся в этом смысле. Большая деревня, она как-то специфически сейчас уходит в какие-то вот очень ресторанные темы, хотя пытается еще держать там аудиторию вот именно вот эту, молодежную. Кто еще? А все, а больше никого. Все остальные сайты, они отрабатывают какую-то обезличенную модель общественно-политической газеты, которая уже, наверное, лет 10 как-то перестала быть актуальной. То есть писать обо всем, про все понемногу, ну это писать ни о чем, это раз. Во-вторых, надо привлекать аудиторию, надо увеличивать посещаемость. Здесь уже работает, к сожалению, такой закон рынка, когда интернет-читатели интересуют свежая, горячая, жареная новость. И наши самые посещаемые сайты постепенно заполнились, их новостная лента заполнилась трупами, разборками, похищениями. Причем, кстати, ну ладно бы это был качественный криминальный репортаж, какой-нибудь громкой там судебном процессе. Там группа мошенников разоблачена. Нет, это на 90% это пьяные драки, поножовщина, человек упал с балкона, собаки там съели маленького ребенка и так далее. Это, да, это вызывает интерес определенной публики, это делает посещаемость, но качество контента от этого, то есть как бы это не формирует положительный имидж именно губенских интернет-изданий, к сожалению. Но у вас этого нет, то есть вы на кого рассчитываете? Я вот на вашем сайте не заметил чернухи подобные. Ну, изначально, потому что мы, наученные горьким опытом, работая в самых разнообразных СМИ, была концепция именно сделать портал, который не будет дублировать все другие порталы. То есть, ну, мы работаем там почти на энтузиазме, и поэтому у нас нет материальной базы для конкуренции с Волганьюсом, там, с Прогородом. Мы в борьбе за их посещаемость, если мы начнем пытаться быть их клонами, заполнять себя там новостями о убийствах, там, происшествиях трагических и так далее, о собаке из города Сызань, который говорит слово «Вова», мы просто окажемся в хвосте этой гонки. Для того, чтобы догонять, нужно прилагать усилий вдвое больше, чем когда просто бежишь. Мы изначально ориентировались именно на вот ту часть аудитории, которая остается у нас неохваченной и недовольной, которая читает центральные интернет-ресурсы, которая ищет новости объективные. Причем, вот нас некоторые говорят, что вы – рупор оппозиции. Другие говорят, а почему вы не ругаете власть? То есть, абсолютно дементрально противоположные точки зрения. А третьи говорят, мы никак не поймем, вы за кого. Вот там, за Меркушкина, за Азарова, там, за Матвеева или за кого. Ну, когда люди так говорят, мы понимаем, что мы как бы на верном пути. Я повторяю простую банальную избитую истину. Я и студентами ее повторял, они тоже всегда очень удивлялись. Мы делаем, на самом деле, простую классическую журналистскую работу. Мы даем, не просто вываливаем какой-то факт, мы его объясняем, как он нам видится, и даем, ну, один-два угла зрения. То есть, люди могут сами уже подумать над тем, что мы им дали. Могут думать уже в соответствии со своими симпатиями, антипатиями. Но, по крайней мере, люди получают какую-то непохожую информацию на все остальное, что их окружает, информацию к размышлениям. Мы ориентируемся на читателя думающего, на читателя, который все-таки хочет более качественного контента, чем тот, который у нас сейчас в Самарской области превалирует. Самые успешные федеральные, скажем так, сетевики в интернет-издательство, это как Регион, издательский дом Шкулев. У них на сайтах есть не только новости. У них есть сайты во всех городах, в том числе в Самаре. Там, кроме новостей, есть гороскопы, есть недвижимость, есть какие-то объявления, и они, в общем-то, считаются успешными. Я уж не знаю, есть ли там контракты с областной администрацией, с городской, я не могу утверждать это. Но считается, что они могут зарабатывать и чисто на рекламе. То есть, ваш формат, он может повторить такой же успех? Мы надеемся, что он может стать эффективным, потому что на это все и было рассчитано. Потому что нынешний интернет-проект у нас в Самарской области может существовать только при некоторых условиях. Либо это спонсорский проект абсолютно, либо это проект, который финансируется из бюджета, регионального, муниципального, либо это частный коммерческий проект, тогда он должен быть коммерческим. Тогда неизбежно нужно собирать рекламу и нужно писать на темы коммерческие привлекательные. Не только, кстати, для рекламодателей, о чем успешно забывают многие наши интернет-сайты, но и для читателей. Потому что одно дело заливаться статьями о том, как хорошо там один очень уважаемый банк обслуживает своих клиентов, как летайте самолетами одной очень уважаемой компании, как очередные там 150 миллионов тонн намолотили с гектара и так далее и тому подобное. Но интересно ли это людям, которые каждый день с этим банком соприкасаются и знают, что там все не так здорово на самом деле. Людям интересны немного другие вещи. Им интересны какие-то полезные советы, им интересна какая-то аналитика, может быть даже не совсем глубокая, а на житейском уровне, а может быть и поглубже. По крайней мере, если создать у читателя ощущение того, что он не просто потребляет информацию, а он еще в чем-то начинает разбираться, ему показали тайные пружины, ему показали, где можно срезать обычный путь, тогда читателям как бы проникается этим делом и начинает не просто перелистывать все эти рекламные материалы, ну чего греха так, мы все интернет-читатели прекрасно знаем, что большинство этих материалов читатели безошибочно распознают и они в основном даже не кликают на них. Все это погибает в братской могиле, в зависимости от того, где на сайте это расположено, слева, справа, внизу, сверху и так далее. Вот поэтому, да, мы ориентируемся на коммерческий успех, но мы понимаем, что у нас сейчас на рынке в условиях конкуренции мы не должны тупо кого-то копировать, мы должны предлагать свой оригинальный продукт, тогда он заинтересует читателей. И тогда уже от него можно выстраивать уже какие-то коммерческие проекты и говорить о успешном бизнесе. Ну тогда такой вопрос завтра к вам, если придет какой-нибудь бизнесмен крупный, предложит денег, что победит? То есть денег, ну понятно, чтобы обслуживать его какие-то интересы в информационном поле, что вы выберете, деньги или все-таки любовь к журналистике, к качественной журналистике? Вот наших журналистов на журфаках учат вот очень такому официальному, такому совково-патриотичному подходу нет, вы должны заявить, что совесть не продается, вы можете там, конечно, попытаться эти деньги освоить, но вы должны писать только правду, ничего кроме правды. Я всегда студентам объяснял, и в своей журналистской практике мы всегда во всех изданиях работали, ну мне повезло работать все-таки в нормальных более-менее изданиях, по крайней мере до того, как некоторые из этих изданий перестали быть более-менее нормальными. Так вот, мы всегда старались соблюсти баланс, потому что далеко не все, в отличие от того, что думают о нас читатели, которые формируют свое мнение из каких-то там телесериалов, поставленов, журналисты, и не все там на 100% продажны, это раз, а во-вторых, не все клиенты требуют какой-то там отборной порнуки, грязи и какого-то заказняка, чтобы кого-то замочить. Большинство рекламных материалов, они наоборот, направлены на то, что сформировать положительный имидж продукции, компании, какой-то общественного мероприятия, какой-то инициативы и так далее. Поэтому журналист вполне может работать над такими материалами, не поступаться к каким-то принципам, может и не врать людям. Если мы уверены в том, что продукт это качественный, и это не какая-то там дешевая подделка, мы вполне можем писать о том, что он хороший, что он там имеет конкурентные преимущества на рынке и так далее и тому подобное. Если группа компаний добивается каких-то успехов, мы вполне можем попытаться сделать интересный, опять же, интересный материал. Не просто написать, что там завод увеличил на 120%. Мы пытаемся объяснить людям, нашим читателям, что у них в жизни изменится к лучшему от всего этого. Поэтому так называемая заказная журналистика, так называемые заказные материалы, на самом деле я всегда говорю, студентам это слабый, сложный жанр журналистской деятельности. Здесь важно вот эту тонкую грань не перейти. Грань, чего вы изболите за ваши деньги, и с одной стороны, а с другой оставаться объективными и не наносить имиджевый удар прежде всего себе, как в СМИ, ну а в конце концов и заказчику, потому что плохая реклама, некачественно сделанная реклама, она вызывает обратный эффект. Успех сетевого издания во многом зависит от умения их продвигать, то есть такие технические вещи, как там Яндекс.Директ, Гугл и Вордс. А по-вашему, какой процент в успехе сетевого издания, именно знания этих технических моментов, а какой процент именно за счет наполнения? Была такая ситуация. У нас еще тогда работала в городе табачная фабрика Самарская, они затеяли большой ребрендинг, они запустили большую рекламную кампанию, они сделали новый дизайн своих коробок, они отпечатали красивый полиграфический материал, они запустили интересные ролики. То есть их сигареты стали, так сказать, нестандартные упаковки, нестандартная реклама, создаются положительные области и так далее. Все было прекрасно, кроме одного. Все, кто курил эти сигареты, говорили, как было, гадость так и осталась. То есть без внутреннего содержания, внешняя упаковка, есть ограничение того, что можно достичь только с помощью маркетинга и рекламы. Естественно, что в основе всего, в основе продвижения любого качественного контента, должен лежать качественный контент. Если контент качественный, то намного легче, во-первых, продвигать и намного эффективнее будет его продвижение. Потому что тот же самый материал о том, как обмолотили определенный... Есть миллион тонн зерна. Его можно продвигать всеми силами на Яндексе, в Гугле, выводить на первые позиции, делать передовые материалы. Читать это все равно не будут, потому что это неинтересно в принципе. Вот если бы был подан материал так, что намолочим рекордное количество пшеницы, хлеб подешевеет. А может, и не подешевеет. И почему? Вот это бы читали. Вот это бы, я уверен, люди читали, пересказывали друг друга и делились бы прочитанным. Потому что это касается каждого человека, а не только тех, кто заказывает эту рекламу. Поэтому нет простых и эффективных решений. Вот пиарщики и маркетологи, они любят изображать из себя таких вот богов, которые... Вот дайте нам человека с улицы, мы сделаем из него всенародно узнаваемую личность. Они, естественно, это делают, пиарщики и маркетологи, совершенно сознательно, чтобы создать положительный имидж самим себе. и в итоге на этом заработать. Но в жизни все мы знаем, что красивая форма должна быть в гармонии с интересным содержанием. В противном случае у человека раз попадется на красивую форму, два, три, а потом у него выработается стойкий иммунитет. Нет простых схем. Есть обыкновенные схемы, есть схемы, которые, в принципе, всем давным-давно известны. Просто они не дают эффекта завтра, они не дают роста на 100% через, там, в течение суток. Так я люблю всегда говорить, бесплатных денег не бывает. Все надо зарабатывать. И вот у нас в Самаре время от времени появляются различные, опять же, интернет-газеты, новые-новые. Непонятно, на чьи деньги, но понятно, против кого. Вопрос, чего добиваются заказчики с созданием подобных сетевых изданий? Обычно хватает одного-двух раз, один-два дня, посмотреть на этот сайт, почитать материалы, чтобы понять, чего они хотят. Как правило, это проекты, которые возникают конкретно в чисто политических или в узко... в целях маркетинга, если это потопить какую-то продукцию. Обычно они все негативного содержания. Обычно материалы написаны в специальной цепляющей резкой манере, чтобы провоцировать читателей. Вот именно по этому принципу шока, сенсации, расследования, скандалы. Ну, зачем? Ведь у нас... Как зачем? То есть, какого чиновника это может потопить? Я вот не припомню такого случая, чтобы вышли там какие-то статьи. Почему? У нас очень свежий пример есть этого чиновника у нас, губернатор Николай Иванович Меркушкин. Ушел в отставку после очень продолжительной пиар-компании. Причем, эта пиар-компания была направлена, я подчеркну, не на жителей Самарской области, а на более конкретных и более узких потребителей этой продукции в Москве. Я думаю, там кроме пиар-компании были еще какие-то шаги. То есть, это как дополнение. Никто не ставит... Политика не делается в одном месте и одним инструментом. И все вот эти вот сайты, газеты, все те слухи, сплетни, телеграм-каналы и так далее, это все добавляет, это создает фон, шумовой фон, который изо дня в день формирует исподволь, формирует аудиторию для того, чтобы она на определенном этапе начала воспринимать месседж. То есть, те, кто заказывал, грубо говоря, материалы против нашего предпоследнего губернатора, они добивались именно того, чтобы ситуация из Москвы выглядела так. Регион недоволен действиями губернатора. Неужели Москва читает вот эти вот вещи, верит им? Ну, вот я как-то в этом сомневаюсь очень сильно. Понимаете, в чем дело? Может быть, конкретно президент Владимир Владимирович Путин естественно читает самарские газеты. Он, может быть, даже и газет федеральных читает. Скорее всего, он читает какие-нибудь пресс-релизы, которые ему готовят. Но откуда берут информацию те издания, которые попадают в эти пресс-релизы? Ну, например, Коммерсант или ну, что еще? Даже честно говоря, никогда не задумывался над вопросом, что у нас читает президент. Центральные издания. Откуда они берут информацию из Самарской области? У нас не 90-е годы, не 80-е. У нас Сапкоров центральных изданий уже практически нет в Самаре. У нас и вообще, как бы, практика звонить и что-то выяснять из Москвы, она благополучно умерла уже давно. У нас в готовом виде большинство информации о жизни регионов берутся региональных сайтов. А если еще человек, который формирует региональную политику определенного издания в Москве, немножко простимулирован определенными людьми, он отбирает материалы примерно одного плана. Получается, что СМИ центральные дают в принципе картину, которая выгодна тем или иным людям. А уже потом опосредованно, обработанно ее получают и те, от кого зависит принятие решений. Потому что других каналов нет. В заключении вопрос при каких условиях наша интернет-журналистика местная будет развиваться? Коротко, прям тезисно. Во-первых, развитие, успешное развитие бизнеса, причем любого крупного, малого и среднего. Частные спонсоры частной инвестиции они только они могут двигать разнообразную живую интересную журналистику. Журналистика официальная государственная муниципальная чиновничья она не жизнеспособна. Она неинтересна людям. Во-вторых, все-таки должен вырасти уровень образования журналистов. уровень профессиональной подготовки. Я не знаю, как он должен вырасти, но он должен вырасти. Нужны новые люди, которые умеют и то, о чем вы говорите, продвигать материалы в сети, общаться в социальных сетях, находить интересные сюжеты и так далее и тому подобное. А не просто ждать, чего им редактор с утра на планировке скажут. Об этом будем писать. Ну и наконец, для того, чтобы у нас в Самаре был интересный и разнообразный рынок СМИ, нужен интерес аудитории. Нужно его поднимать, нужно делать качественный интернет, тогда появится качественный читатель. здесь спрос рождает предложение, но чтобы спрос появился, люди должны сейчас в большинстве случаев узнать о том, чего им не хватает. Пока им предлагают только продукцию определенного сорта, определенного вида, они даже не задумываются над тем, что это может быть иногда и по-другому сделано. Дмитрий, спасибо за интересную беседу. В эфире была программа Дело важное. Всего вам доброго и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok